Ленд-лиз 1 октября закончил закон о ленд-лизе, закончил свое шествие или свое действие, правильно так будет сказать. Сколько было сломано копий, сколько было споров по факту этого ленд-лиза, будет работать, не будет, если будет работать, то когда, если когда, то в каких объемах и так далее. Я тоже ошибался и спорил по поводу этого ленд-лиза, пока мы наконец-то не разобрались в чем сущность, но тем не менее администрация Белого дома приняла решение не использовать этот закон, поэтому он просуществовал, отведенный ему срок и прекратил свое существование. Помощь вооруженным силам, но при этом помощь идет и военно-техническая, и экономическая, и финансовая, и как заверил сейчас Джо Байден, надо отдать ему должное, фактически он, вот последнее его заявление, которое состоялось в субботу, где он сказал, что мы не уйдем и не оставим Украину без помощи. Фактически он этим привязал, ну дал обещание, чем привязал помощь Украине к своей предвыборной кампании, потому что такие заявления в Соединенных Штатах политики такого уровня не делают просто так. Это было взвешенное и обоснованное заявление. Так что ждем продолжения разрешения вот этого кризиса, который там с шатдауном сложился. Кстати, они его наполовину решили, при этом группу конгрессменов, там 29 человек, так называемые маговцы, движение мага, это такие ярые трамписты, которые за то, чтобы ни Украине не давать ни цента, вот, за то, чтобы на 30% сократить социальные выплаты. И там другие, ну они там вообще хотят посадить, они хотят посадить американцев на голодный паек, в плане социальных там выплат и других. А потом сказать, что это вот демократы, будучи при власти, погрузить страну в частичный хаос, а потом сказать, что вот демократы при власти довели страну до такого хаотичного состояния. Но, видимо, большая часть, разумная часть республиканской партии все-таки поняла угрозу со стороны мага. И они в субботу, за 10 часов до окончания, до наступления полуночи, до наступления 1 октября, когда должен был быть объявлен шатдаун, Маккартни, спикер Нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов, провел переговоры, и демократы договорились с республиканцами. И, отбросив мага в сторону, проголосовали за временный бюджет на 45 суток, что дало возможность избежать шатдауна и теперь решить вопросы все, включая и финансирование помощи Украине, так будет правильнее сказать. Кстати, Джо Байден уже сегодня сделал заявление о том, что он ждет от правительства и Пентагона новый законопроект о военно-технической помощи Украины, для того, чтобы они внесли его в Конгресс. То есть, видите, один из первых вопросов с наступлением понедельника, после шатдауна, который не смогли организовать трамписты, Байден сразу же стал выполнять свои обещания. Он ждет законопроект о финансировании помощи Украине. Вчера еще одна была операция в Смоленске. В Смоленске был атакован авиазавод, который производит, в том числе, кроме самолетов, он производит еще ракеты Х-59. Это ракета воздушного базирования. Опять же, стандартный шаблон, докладывают местные власти, докладывают Министерство обороны и РФ, и все сбито. Все беспилотники сбиты. Но на заводе из четырех дронов взорвалось три. Причем не просто взорвалось, они еще нарушили технологическую цепочку. Сейчас прервано производство на заводе, оценивается ущерб и будут ликвидировать последствия. Когда они смогут восстановить производство, сказать очень трудно. Ну, восстановят, мы опять ударим. Это не проблема для нас теперь. Но, я напомню, ракета Х-59, класса воздух-земля, с дальностью пуска до 280 км, очень часто используется их Су-35, Су-34, могут нести эти ракеты. Они обстреливали как Черниговскую, Сумскую область, они обстреливали Николаевскую, они обстреливали Одесскую область. То есть, они и за счет малой дальности и скорости этой ракеты, она летит, она сверхзвуковая, естественно, средств борьбы с этой ракетой нет. Поэтому, они нам приносили много бед и довольно, и приносили, соответственно, ущерб. Ну, вот теперь, кстати, я забыл еще сказать, Днепропетровскую и Запорожскую область тоже обстреливали этими ракетами. Есть факты, все документировано. Поэтому, завод сегодня остановлен, во всяком случае, производство ракет пока прекращено. И мы будем наблюдать за дальнейшими событиями. Готовить нам еще там 3-4 дрона или не готовить. В Киеве проходит Жозе Боррель, приехал, он посетил Одессу. Я так понимаю, посмотрел, как идет отгрузка грузов через одесские порты. Наш коридор работает, несмотря на все усилия и на вот эти налеты, постоянные налеты со стороны РФ. Порты работают, грузы отгружаются, корабли ходят, суда, точнее, ходят, грузы возят. Уже даже расширились возможности, до 5 судов в сутки, точнее не в сутки, может одновременно принимать порт, загружать и отправлять. Во всяком случае, 5 вышли сейчас из порта Одессы и следуют в сторону Босфора. Так вот, Жозе Боррель приехал потом из Одессы, приехал в Киев и здесь проводит, в Киеве. Это было анонсировано официально, то есть заранее все знали, и расшисты в том числе, что сегодня в Киеве 27 министров иностранных дел, 27 стран Европейского Союза проводят свой очередной саммит, рабочий саммит, рабочее заседание. И Боррель сказал, что он встретился с министром обороны Украины и обсудил постоянную помощь Европейского Союза Украине. И он сказал, что Украине нужно больше возможностей и она нуждается в них быстрее. То есть надо дать оружие больше и быстрее для Украины. А вслед за Боррелем здесь Анна-Лена Бербок сделала тоже свое заявление. Она сказала, что Европейский Союз должен расшириться от Лиссабона до Луганска. Так что то, что когда-то декларировали от Лиссабона до Владивостока, все кануло в лету. Теперь Европейский Союз расширяется до Луганска. Я думаю, он расширится. Все-таки министр иностранных дел Германии, она что-то знает важное и наверняка больше, чем мы с вами. Раз она так говорит, значит так тому и быть. А я напомню, что на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйн, глава Еврокомиссии, комиссии анонсировала, что до Рождества, до 25 декабря текущего года, у нас, кстати, Рождество уже вместе со всем цивилизованном мире, нормальное, церковное и природное, кстати, оно совпадает. Именно на 25 декабря. Начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. То есть уже конкретно мы, страна кандидат, статус кандидата у нас есть, поэтому начинаются переговоры. Далее, ну вот, ко вчерашнему разговору, вы там, кстати, писали и по поводу закрытия границ для пересечения автомобилей на российской регистрации. Так вот, Болгария сегодня присоединилась к этому запрету и ввела санкции на въезд российских автомобилей. А вот Чехия, следом за Германией, начала конфискацию тех автомобилей на российских номерах, которые не выехали. То есть, они поставили условие, чтобы они должны покинуть территорию Чехии. Те, кто не покинул, началась конфискация, я так понимаю, с сегодняшнего дня. Перед этим Германия объявила о том, что будут машины на российских номерах конфисковывать. В этом комментарии, адепты русского мира в комментариях написали, что типа, ай-яй-яй, я забыл, что есть еще поезда, самолеты, пароходы и все остальное, велосипеды, кроме машин. Да, конечно, это есть. Я, к сожалению, пока еще рашистов граждан Арефии пускают на территорию европейских стран и цивилизованных стран. Но, кстати, с визами там уже огромные проблемы, очень много виз аннулируется, очень трудно теперь уже получить европейскую визу в европейскую страну. Вот. Но одно дело, когда тебя есть... Вы знаете, что, допустим, в Финляндии, я вам приведу пример, в Финляндии 60 тысяч домовладений принадлежат гражданам Арефии. И вот эти 60 тысяч, которые ездили, допустим, из Санкт-Петербурга или Ленинградской области, ездили на отдых, на уикенды и в отпуск на Финляндию в свой домик, а ты же с чемоданом туда не поешь, то надо ехать машиной, потому что это вся семья едет, это куча вещей надо с собой привезти. А теперь нет, а теперь автобус. Или что там, поезд, или что вы там еще написали, самолет. Да как добираться? А завтра финны скажут, извините, мы вам визу аннулируем, и все, и ваш домик теперь подождет, когда мы вам разрешим получить финскую визу. Так что это же первый этап. Машины это только начало, это цветочки, ягодки еще впереди. Это начало масштабной изоляции Арефии от цивилизованного мира. Далее, миссия МВФ впервые в Украине, и за три года их не было, но они уже приехали, и решается вопрос реализации четырехлетней программы на сумму 15,6 миллиардов долларов. Да, это будет кредит, да, на его надо будет возвращать, это будут проценты. Но мы знаем, что процент небольшой, и я надеюсь, что вопрос возврата кредита мы будем решать, мы, во-первых, будем решать уже после восстановления нашей страны. А может быть, он будет как-то по-другому реализовываться, не обязательно выплатой наличных денег. Но, тем не менее, видите, это говорит о том, что финансирование жизнедеятельности самого государства, оно не прекращается. Далее, британские военные не будут в Украине. Да, уже там отменили, буквально вчера я выложил выпуск на ютюбе, и появилось разъяснение Риши Сунака о том, что не будет. Он до окончания войны, никаких военных иностранных, ну, в принципе, этого и следовало ожидать. Вот, я тоже вчера немножко сомневался, думал, инструкторы, может быть, вернутся. Но, все разъяснилось словами премьер-министра Великобритании. До конца войны никто здесь не будет посещать Украину, не будет здесь обучать кого-то или работать. Далее, на вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока надо отметить мэра Москвы. Наши даже уже в интернете ходят шутки, что надо готовить наградной лист, грамоту вручить Собянину за столь ценную разведывательную информацию. Мэрия Москвы опубликовала список режимных объектов номера первой категории, в которых нельзя отключать свет. И с точным указанием адресов этих объектов, их характера и адресов. Документ содержит 434 страницы текста. Это таблица, где перечислены все эти объекты. Так что огромное спасибо, низкий поклон. Мы теперь не пропустим ни одного режимного объекта первой категории на территории Москвы. Будем четко знать, где они расположены и будем ориентироваться. Так что, а там все, там воинские части, там склады, учреждения, организации, режимные организации и Минобороны, и Главное разведуправление, МВД и всего-всего-всего остального. Так что, мэру Москвы наш большой привет. Огромное спасибо за такой подробный список с точными адресами всех режимных объектов первой категории. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!